Доброе утро, дорогие мои садоводы! Сегодня передо мной шаровидная хризантема мультифлора и вот такие замечательные черенки. Шаровидная хризантема мультифлора – это одно из моих самых любимых растений. Спросите, почему? Да потому что оно минимально выходит, и осенью, когда наш с вами сад постепенно угасает, уже теряет краски, как раз начинается балл хризантемы. И у нас по всему участку расцветают белый, белый, желтый, оранжевый, красный, малиновый, багряные шары вот таких замечательных хризантем. Еще мне нравятся мультифлоры тем, что ее не нужно специально формировать, потому что у этой хризантемы, у этой группы хризантем генетически заложена форма шара. И если даже вот такой маленький череночек высотой 80 см вы посадите у себя в конце апреля, главное тут с посадкой не запоздать, или в первых числах май, то уже осенью этот череночек сформирует замечательный хороший куст до метров в диаметре. А поскольку у меня площадь сада большая, друзей и знакомых у меня много, то мне хочется всех одарить такими замечательными растениями. И для этого я сделала очень просто. Я выкопала в саду один куст, используя его как маточное растение. Конечно, его можно хранить в подвале, можно укрыть на зиму 50 на 50, как оно будет зимовать. Вот я один экземпляр выкопала, посадила его в контейнер, и сейчас покажу вам, как прочеренковать, потому что вот с такого маточного куста можно получить огромное количество черенков. Посмотрите, вот этот куст, он уже подарил мне массу черенков замечательных. Буквально две недели назад я причеренковала вот это растение, вот уже какие у меня маленькие-маленькие растишки. Они начинают формировать корневую систему, опрыскивая их каждый день, утром и вечером. И сейчас покажу, как я это делала, для того, чтобы и растение не пострадало, и черенки я с него получила. Поскольку работа все-таки связана с землей, я предпочитаю работать в перчатках. Но потому что работа очень-очень ювелирная, нам придется срезать черенки, поэтому в данном случае я перчатками воспользуюсь очень тонкими, чтобы чувствовать растение. Итак, что мы делаем? Особо нервных, наверное, следует попросить удалиться, потому что сейчас мы будем резать эту хоризонтему, но ей же во благо. Итак, беру первый черенок. Беру верхушечные, отделяю нижние веточки, нижние вот листочки. Вот у меня получился вот такой замечательный череночек. И дальше что я делаю? Поскольку он уже со своим соком, я его макаю в корневин и вот так ставлю на укоренение. Все, все просто, все абсолютно просто. Беру следующий. Поступаю точно так же. Удаляю нижние листочки в корневин и следующий. Они укореняются очень хорошо. Процент приживаемости, ну, практически 100% выпадов. Вот вы видите, вот начеренковала я целую ячейку, выпадов практически нет. Единственное, что нужно делать, воспользоваться обязательно стимулятором корнеобразования. Раз. Второе. Не забывать опрыскивать мультифлору утром и вечером. Вот так. Вот. А если вы хотите еще упростить, поиграйте как на пианино. Раз и сделали несколько отверстий. Вот так. Раз и сделали несколько отверстий сразу. Для того, чтобы легче было укоренять и не повредить. Поэтому здесь на ваше усмотрение можно воспользоваться палочкой. Но поскольку я в перчатках, я уже лезть в землю не боюсь. Поэтому мне, собственно говоря, удобнее делать вот так. А можно и сразу, поскольку грунт у меня рыхлый. Вот таким образом. И так режу следующий череночек. Удаляю листочек. Принцип очень простой. В корневин и в ячейку. Сейчас я выберу вот здесь вот еще какой-нибудь хорошей такой, хорошую веточку. Вот так. Раз. Ой, какой черенок замечательный получился. Даже вот так чуть-чуть подрежу я его. Корневин и сюда. Пальчиками обжала. Поскольку у меня ячейка большая, времени потребуется на это много. Я покажу, что я делаю дальше. После того, как я вот первый ряд уже там укоренила, или сколько-то рядов, обязательно беру опрыскиватель. Можно сразу добавить и пин, циркон. Но я про обычную водичку. И сразу опрыскиваю. Еще можно сделать по-другому. Можно предварительно опрыскать ячейки водой и во влажный субстрат. И у вас получится замечательный вот такой вот рассадник для маленьких-маленьких хоризонтем. А весной либо вы украсите свой сад, либо кому-то подарите. В итоге у вас получится осенью очень красивый сад, замечательный балл хоризонтем. Вы будете им долго наслаждаться и в дальнейшем все свои хоризонтемы черенковать, чем сэкономите свой семейный бюджет. Хорошего вам настроения и, конечно же, здоровья!